В сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, какой же котел все-таки выбрать. Одноконтурный или двухконтурный. И о способах нагрева горячего водоснабжения. Итак, что же такое контур? Это возможность котла нагревать жидкость для определенных целей. В котле существует максимум два контура. Это отопление и горячее водоснабжение. Это схема напольного одноконтурного котла. Здесь все просто. Горелка, теплообменник, подача и обратка. Движение теплоносителя здесь осуществляется за счет нагрева. А вот одноконтурный настенный котел. Здесь все то же самое, но циркуляция происходит за счет встроенного циркуляционного насоса. Вот схемы настенных двухконтурных котлов. Существует два варианта. Один из них с битермическим теплообменником. Режим отопления в нем осуществляется аналогично настенному одноконтурному. А вот нагрев воды для санитарных нужд за счет особой конструкции теплообменника, разрез которого вы сейчас видите, происходит при выключенном насосе и включается данный режим при сигнале, поданном датчиком протока. Второй вариант. Это настенный двухконтурный котел с раздельными теплообменниками. Отопление в нем происходит таким же образом, как и в битермическом. А вот горячая вода нагревается по другому принципу. При сигнале от датчика протока трехходовой клапан перекрывает контур отопления и подает теплоноситель во вторичный пластинчатый теплообменник, через который по отдельному контуру проходит ваша санитарная вода. И нагрев здесь происходит за счет передачи тепла от одной жидкости к другой через пластины. Второй вариант более долговечный по сравнению с первым. Но это, конечно, зависит от качества воды. И оба они имеют право на существование. Первый котел дешевле за счет отсутствия вторичного пластинчатого теплообменника и трехходового клапана. Вообще, настенный вариант привлекает своей компактностью и встроенными элементами насос, группа безопасности, расширительный бак и вентилятор в котлах с принудительным дымоудалением. Но на выходе горячей воды у настенного котла не всегда хватает, чтобы обеспечить несколько точек водоразбора единовременно. Следующий случай – это одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева. Принцип работы похож на двухконтурный котел со вторичным теплообменником. Бойлер косвенного нагрева – это бак, по сути термос, в котором через змеевик за счет отопительной воды нагревается санитарная. При этом запас воды на нужды ГВС зависит от объема бойлера. В этом случае при использовании одновременно нескольких точек разбора вы не ощутите дискомфорта. Но данный вариант займет у вас намного больше места, чем настенный котел. А еще здесь хотелось бы упомянуть, что существуют котлы со встроенным бойлером косвенного нагрева воды как в напольном, так и в настенном исполнении. Это существенно сэкономит место в вашей котельной. Этот вариант хорош, но в нем вашему котлу придется работать круглый год. Случай номер три. Отдельно отопление и отдельно горячее водоснабжение. Это одноконтурный котел и водонагреватель. Если дымоход один, то водонагреватель будет проточный в бездымоходном исполнении. Или наоборот, бездымоходный котел и атмосферный водонагреватель. Колонка или бойлер. А если присутствует два дымохода, идеальным вариантом будет одноконтурный котел и бойлер прямого нагрева. Вот его схема. Это бак с горелкой. Холодная вода по длинной трубке опускается вниз, а уже нагретая поднимается наверх к выходу. Здесь скорость обмена воды, по моему мнению, будет быстрее. За счет прямого нагрева воды пламенем. Ожидание горячей воды в случае с настенным котлом зависит от дальности расположения точек водоразбора. Это же применимо и к бойлерам с косвенным нагревом, и с прямым нагревом. Но если в настенном котле изменить это никак нельзя, и время ожидания нагрева воды может достигать до одной минуты. Так как котел должен среагировать на сигнал от датчика протока и начать нагревать, то в случае с бойлером можно сделать так. Это схема круга рециркуляции. Здесь прокладывается дополнительная труба, ставится насос, и горячей воде остается пройти минимальное расстояние до выхода. Увеличивается объем подготовленной воды, а также к рециркуляции можно подключить полотенцесушитель, чтобы обеспечить его нагрев круглый год. Таким же образом можно поступить и с теплыми полами ванны и туалета. Согласитесь, наступать на подогретую плитку намного комфортнее. Итак, подведем итоги. Если у вас небольшой дом до 150 квадратов, маленькая котельная или вообще она отсутствует, для вас идеальным решением будет настенный двухконтурный котел. Минусы. Малое количество горячей воды и низкая скорость нагрева. Плюсы. Компактность и встроенное оборудование. Если площадь большая и есть где расположить приборы, то лучше применить раздельную систему с бойлером или котлом. В данном случае бойлер косвенного нагрева или прямого это только ваш выбор. Мне больше нравится прямой нагрев и у себя дома я не представлял другой вариант. Минусы. Большие габариты и высокая цена. Плюсы. Комфорт. Комфорт. Еще раз комфорт. Я надеюсь данная информация для вас была полезна. Оцените этот ролик, подписывайтесь на канал и не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и конечно же все помним про проводимый нами конкурс, в котором мы уже совсем скоро разыграем комнатный термостат от компании Arreston. Для тех кто не в курсе, чтобы участвовать в конкурсе, нужно подписаться на наш канал, сообщество ВКонтакте и оставить комментарий под видео с конкурсом. Ссылку на которую вы найдете в описании. Ну и на этом все. Всем спасибо. До свидания.